можно ли стать руководителем живой школы за выслуга лет безусловно нет чему учить и зачем вообще это нужно это не просто о том что человек знает а о том что он эти знания внедряет в жизнь но в этом же нет никакого смысла он просто выгорел эмоционально и физически необходимо внедрить в жизнь коллектива жизнь команды живой школы открытый климат общения добрый день дорогие друзья мы рады приветствовать вас на очередном видео из цикла живая школа моим и виктор тереховский я соучредитель и сооснователь маркетинговой компании но он маркетинг и мы вместе с соучредителем и сооснователем семейного клуба мечта ольга гаранжой продолжаем говорить о живых школах ольга добрый день добрый день виктор добрый день наши уважаемые зрители итак сегодня мы бы хотели подвести некого рода итог тому циклу который мы записывали до этого мы бы хотели вкратце пройтись по основным аспектам создания и развития живой школы который мы уже обсуждали ранее и остановиться на финальном аспекте это трансформация трансформация существующей системы образования существующих школ в систему живых школ то о чем мы говорили ранее и почему не изменения а именно трансформация потому что именно трансформация предусматривает переход качественный переход из одного состояния в другое они изменения что может быть временным и недолгосрочным и так начнем с того что мы пришли к осознанию того факта что существующая действующая система образования находится на завершающем этапе своего жизненного цикла мы все прекрасно понимаем и наблюдаем сейчас воочию тот факт что она не способна подготовить людей подготовить детей к тому что их ждет в мире и самое главное она не выполняет свою основную социальную функцию социальная функция школы состоит в том чтобы поддерживать гармонию теплоту внутри семьи и мы к этому с вами еще вернемся в конце нашего видео сегодня более глубоко об этом поговорим другими словами мы очень много раз говорили о том что фокус систем образования сегодня на том чтобы вычитать ту программу которая написана в живой школе мы говорим о фокусе на воспитании личности детей и так осознание факта того что нам необходимо искать альтернативную систему альтернативную историю про образование для наших детей мы начинаем наш начинали наш цикл и далее мы говорили с вами про осознанность осознанность родителей именно родителей в процессе создания развития живой школы и воспитания детей как когда главных действующих лиц этой этой школы оля по поводу осознанности родителей несколько предложений от тебя но хочется сказать что мы сейчас находимся в таком уникальном моменте времени когда мы можем заложить основы для долгосрочных эффективных трансформаций системы образования из чего начнется эта трансформация системы образования с момента когда родители осознают что именно от их выбора зависит судьба их ребенка и когда родители осознанно начнут подходить к этому вопросу и понимать а что же мы выбираем а как то что мы выбираем влияет на судьбу нашего ребенка ведь что мы не можем выбрать мы не можем поменять то что заложено природой мы не можем поменять генетику ребенка его таланты характер темперамент но мы можем менять окружение в котором растет наш ребенок ведь именно окружающая среда влияет на развитие его когнитивного мышления а именно то как ребенок мыслит какие поступки он совершает а ведь сегодня этот ребенок а завтра это уже взрослый человек и именно окружение родители могут и должны выбирать для своих детей сначала этим окружением является семья взаимоотношения в семье потом воспитатели друзья учителя и это все влияет на судьбу человека нужно еще добавить наверное о том что родителям нужно осознать и прийти к истории о том что сегодня школа это работа как педагога так и родителей потому что многих родителей сложилась такая парадигма что вот мы дадим школу нам вернут образованного умного талантливого и так далее нужно понять что это не работает и родители также должны принимать активное участие именно осознанно активное участие в воспитании и развитии личности ребенка параллельно с усилиями педагогов живой школы это должно быть такое объединение объединение родителей и во благо чего действует во благо развития личности ребенка отлично хорошо поехали далее мы говорили о том что во главе живой школ должен стоять руководитель лидер который сможет повести за собой команду педагогов сплотить их вокруг единой цели и направить все их усилия на реализацию вот этой главной миссии воспитания личности ребенка руководитель ольт твои замечания твои тезисы по этому аспекту развития живой школы но когда я задаю себе вопрос кто возьмет на себя ответственность создать такое учебное заведение где будут реализованы все идеи живой школы кто может прописать философию создать реализовать увидеть путь развития и повести за собой команду то первые важны такие три составляющие это человек который своим предназначением будет связан с образованием человек который сформировал внутренний стержень уверенности благодаря честности достоинства обязательности ответственности и конечно же обладание системы кросс функциональных знаний это искусство управления компанией коммуникации налаживание коммуникации в команде внутренний и внешний маркетинг финансовое мышление это человек который обладает психологией нейропсихологией и рядом других наборов кросс функциональных знаний это не просто о том что человек знает о том что он эти знания внедряет в жизнь жизнь в деятельность живой школы можно ли стать руководителем живой школы за выслугой лет безусловно нет хорошо ответ очевиден хорошо поехали дальше следующим аспектом создания живой школы мы обсуждали миссию миссию видение ценности живой школы твои замечания рекомендации миссия миссия это ответ на вопрос ради чего мы создаем живые школы миссия это то что будут ощущать родители и ученики физически и когда мы говорим о миссии живой школы то ее миссией должно стать воспитание личности ребенка человека который своей деятельностью делает этот мир лучше и вместе с другими людьми строят благополучие общество это история о том когда люди так взаимодействуют друг с другом что хорошо всем они отдельной какой-то личности хорошо следующий этап следующая система это или аспект создания живой школы это коммуникация взаимодействие между всеми сотрудниками живой школы зачем нужна эффективная коммуникация и как в принципе она может работать в живой школе прекрасная философия прекрасное видение прекрасные ценности и что такое коммуникация коммуникация она может стать либо дорогой мостом на пути реализации этих идей либо наоборот огромной стеной преткновения и вот чтобы прийти к реализации миссии видения живой школы необходимо внедрить в жизнь коллектива жизнь команды живой школы открытый климат общения вот важно ответить себе на вопрос на какую тему даже должны дискуссировать между собой педагоги живой школы когда мы отвечаем на этот вопрос то мы понимаем что нужно выстроить так взаимоотношения в команде чтобы они складывались на уважении на сдержанности на доверие на открытости на взаимопонимании и чтобы люди в результате этого общения приходили к равенству к равенству и пониманию что ценен каждый член команды действительно согласен и в коммуникации очень важно запомнить что открытый климат общения которым трудно должен создаваться осознанно и мы должны понимать что только в открытом климате общения можно что-то создавать закрытый климат общения он никак не способствует созданию никак не способствует общему движению вперед а только поощряют конкуренцию слухи и пересуды и так далее супер идем далее мы научились коммуницировать внутри живой школы как ее сотрудники и теперь пришла пора внедрять как это не парадоксально но внедрять среди сотрудников живой школы культуру обучения следующий аспект это обучение команды чему учить и зачем вообще это нужно чему учить быть людьми делать человеческие поступки и самое важное приходить к единому пониманию философии миссии видения ценности осознавать чему мы учим как мы будем воспитывать наших детей и здесь самое интересное что мы можем научить только тому чем обладаем сами человек который не обладает эмоциональным интеллектом он не может воспитать этот навык у своего ученика ну и цена культура обучения если этой культуры обучения нет у самих педагогов если доминирует мысль о том что мы все знаем мы все умеем и мы уже профессионал своего дела поэтому нам не нужно узнавать ничего нового то это тупиковый путь развития прививая развивая в себе культуру обучения и прививая интерес не обязательность выучить для того чтобы получить хорошую оценку а интерес к изучению тех или иных предметов вот эта культура обучения очень важно как среди детей это очевидно но и воспитание культуры среди среди педагогов и сотрудников живой школы хорошо добавить что только тот кто может сам учиться постоянно системно развиваться может передать этот навык своим ученикам то есть обучение команды это о том что учителя воспитывают свою личность обучаются постоянно и системно и мы переходим к следующему аспекту который вытекает из обучения команды мы говорим о том что учиться нужно тому чтобы быть людьми мы говорим о том что обучить можно только тому чем ты владеешь сам и следующий аспект развития живой школы и создание это лидерство мы понимаем что только лидеры способны воспитать лидеров и почему именно в живой школе лидерство имеет такое важное значение хочется сказать что лидерами не становятся лидерами рождаются и совершенно другой вопрос насколько раскрыто это качество в человеке и как он им умеет пользоваться в своей жизни с каким людям это приносит вред или наоборот это приносит пользу и только педагоги лидеры способны рассмотреть в детях это качество которое заложено от природы педагог лидер это тот кто возьмет на себя ответственность за результаты за знания умения навыки воспитанность каждого своего ученика и соответственно будет стимулировать и направлять родителей осознанно подходить к воспитанию и образованию их ребенка только лидеры которые обладают высоким эмоциональным интеллектом они способны воспитать лидеров и воплотить в жизнь те идеи о которых мы говорим идеи живой школы супер следующим аспектом который мы обсуждали было корпоративная и организационная культура понятия на первый взгляд более применимы к какой-то предпринимательской деятельности коммерции да но это как мы уже выяснили очень важно и для живой школы почему именно корпоративная организационная культура является одним из самых главных и важных аспектов ее создания корпоративная культура это все то что мы можем ощутить физически и чем отличается корпоративная культура обычной школы от живой школы то что тем что философия живой школы она должна иметь и физическое воплощение давайте разберем такой маленький пример школьная форма если школьная форма в живой школе да и чем отличается тем что ребенок ее может носить по желанию и здесь важно понять захочет ли действительно одеть эту форму ребенок и вот когда он сам принимает решение что он хочет ее надеть потому что он гордится тем что учатся в данном учебном заведении вот это является ценным когда мы не заставляем да а воспитываем в ребенке желание быть причастным к определенному бренду к определенному учебному заведению по организационной культуре здесь мы говорим больше про душу да то есть про скажем так ну вот внутреннее состояние внутреннюю музыку школы которую невозможно пощупать но вы ее ощутите как только окажетесь в этом учебном заведении и организационная культура это как раз и есть история про то ощущение когда ты понимаешь что ты находишься в кругу людей единомышленников людей у которых единая с тобой цель если мы говорим по сотрудников живой школы ты находишься в окружении думающих созидающих людей и это вдохновляет тебя самого на то чтобы воплощать эту цель в жизнь каждый день своей работе и действительно называть работу своим вторым домом не потому что ты проводишь там больше больше времени чем дома и тебе это не нравится просто потому что ты наслаждаешься общением и работой в кругу талантливых думающих замечательных людей дело в том что школа это часть жизни и для учеников и для ее педагога да для всей команды и вот важно чтобы вот эта часть времени всегда проходила тоже в позитивной атмосфере созидающий думающий создающий и на на выходе после внедрения всех этих компонентов всех этих аспектов мы говорим о качестве я настоятельно рекомендую посмотреть наше видео где мы говорили о качестве в живой школе и мы там также затрагивали вопрос качества существующей системы образования там оля подготовил отличным скажем так очень наглядный материал который демонстрирует качество современного образования в школах стало быть главный вопрос кто является ревизором качества и кто должен его контролировать ревизором качества являются родители родители и это качество они определяют по уровню развития их ребенка а соответственно качество должно быть в голове у каждого педагога никакие контролирующие органы не обеспечат качество то есть мы говорим о том что по качестве мы судим мы говорим что качество достойных в том случае когда выпускник выходит из учебного заведения он уже четко знает свои таланты свои интересы он четко осознает направление своего дальнейшего развития не потому что ему кто-то это навязал а просто потому что те педагоги и те люди которые его окружали они способствовали развитию его талантов и способствовали развитию его как личности соответственно у нас отпадает вопрос о том куда поступать потому что мы четко понимаем чем мы хотим заниматься в жизни и идем непосредственно в то учебное заведение которое поможет нам и далее развивать эти таланты и и так далее мы говорим про уже выбор профессии на на будущее после внедрения всех этих аспектов которые мы с вами перечислили мы подходим к завершающему этапу это трансформация трансформация школы то есть той которую мы знаем сегодня в живую школу что означает трансформация живой школы для тебя для меня школа это место куда дети хотят ходить с удовольствием каждый день школа это место где человек ребенок будет получать знания умения навыки раскрывать свои таланты воспитывать свой внутренний стержень где он будет учиться сотрудничать и объединяться с другими людьми где будет взаимодействовать со старшими людьми и младшими а вечера вечера он должен проводить не над выполнением домашних заданий а проводить вместе со своей семьей играем любимые игры посещая любимые кружки уделяя время и люб своему хобби вот такая глобальная трансформация она должна произойти то есть мы говорим о школе как о фундаменте того что действительно ребенок будет сможет больше уделять внимание своему хобби благодаря вот настроенной системе образования тем настроенным систем который мы с вами перечислили мы говорим о том что создается некое иное пространство для образования ребенка которая направлена на воспитание его личности и развитие его талантов и когда мы с вами начале интервью затрагивали вот социальную миссию школы как хранителя семейного очага то действительно ведь многие родители сейчас стыкаются с историей когда ребенок полдня находится в школе пусть даже онлайн затем вторые полдня он занимается домашними заданиями особенно это остро касается выпускных классов я думаю и это определенных там ну скажем так вот этих рубежных классов и далее что ему делать то есть ребенок может пойти на кружок но в этом же нет никакого смысла он просто выгорел эмоционально и физически в моменте обучения он уже не хочет заниматься не кружками не никаким хобби естественно не хватает время даже на то чтобы просто провести время семьей все уставшие все скажем так демотивированы и вот система образования которая основывается на живой школе она направлена наоборот на историю про то что ребенок обучаясь в школе получает удовольствие а не эмоциональное выгорание получает развитие свою очередь подчеркнуть что когда ребенок получает удовольствие когда ему действительно интересно то он легко запоминает и соответственно знания и навыки остаются и внедряются в его жизнь и если знания остаются благодаря проведенным занятиям ему не нужно делать десять раз одно и то же задание чтобы запомнить ему достаточно сделать 1 2 кому-то 3-4 раза и это все можно делать и реализовывать в школьное время это говорит о результативно проведенных уроках однозначно согласен и если мы пойдем еще дальше то есть мы сейчас обсудили роль школы в формировании и скажем так укрепление семьи потому что все мы знаем что семейный вечер это неотъемлемая часть любого семейного семейного благополучия семейного тепла и уюта но ведь мы должны также думать еще о том что дети которые сегодня начали обучение либо уже сейчас обучаются через несколько лет через можно десяток или полтора десятка лет будут на будущем нашей страны нам нужно думать о том какой мир мы оставляем после себя какую смену бы готовим кто будут те люди которые будут дальше вести этот мир за собой и здесь ну мысль может уйти очень далеко но нужно просто понимать что действительно школа это фундамент этого процесса именно поэтому мы с олей так скрупулезно активно прорабатываем эту концепцию живой школы просто потому что мы понимаем что это фундамент ко всему благополучию семейных благополучию страны благополучию мира и так далее это та система то тот метод образования который позволяет действительно созидать и делать что-то на благо а не делать что-то просто так либо же от незнания создавать абсолютно ненужные вещи поэтому вот почему концепция живой школы для нас настолько важна и мы будем продолжать над ней работу но важно понять что эта трансформация она должна произойти должна произойти просто в причине того что как минимум для нас мы точно не хотим повторения тех событий которые происходят сегодня а в этом тоже большая заслуга школ которые это система образования которая сегодня которую сегодня мы мы знаем и мы имеем поэтому он что-то добавить к этой истории ты знаешь виктор добавить хочется то что благодаря тому что мы детально до раскрываем каждый аспект создания и реализации создания школы чтобы появились те люди которые захотят присоединиться к нам и вместе воплощать идеи создания живых школ действительно это движение которое может начаться с нескольких людей но однозначно мы верим в то что она она получит свое распространение дорогие друзья мы как могли описали концепцию создания живой школы это не означает что сегодняшнее видео это конец данного цикла мы с олей будем дальше прорабатывать особенности создания развития живой школы но параллельно мы хотим тоже сказать озвучить тот факт что мы именно уже приступали посредственно к созданию этой системы я думаю оля расскажет чуть больше и приглашаю всех те кто кому-то интересно кто хочет там поучаствовать к сотрудничеству и движению этой истории вместе я хочу благодарить всех вас за то что смотрели наши видео я хочу поблагодарить олю за то что она поделилась своей мудростью поделилась своим видением и не просто поделилась но и собирается внедрять его жизнь а вы будем месяц и дополнять благодарю виктор друзья всем отличного дня всем мирного неба и всего наилучшего до встречи до встречи